Тенишевское училище И там приодели Совсем не по-русски, не по-гимназически А на какой-нибудь кембриджский лад Помню торжество Елейный батюшка, фиолетовые ряси Возбужденная публика школьного вернисажа И вдруг все расступаются, шушукаются Приехал Витте Про Витте говорили, что у него золотой нос И дети слепо этому верили И только на носы смотрели Однако нос был обыкновенный И с виду мясистый Что тогда говорилось, я не помню Но зато на Маховой В собственном амфитеатре С удобными депутатскими местами На манер парламента Установился довольно разработанный ритуал И в первых числах сентября Происходили праздники В честь меда и счастья образцовой школы Неизбежно на этих собраниях Похожих на палату лордов с детьми Выступал старик Доктор-гигиенист Верениус Это был старик румяный Как ребенок с банки Нистле Он произносил ежегодно одну и ту же речь О пользе плавания Так как дело происходило осенью И до следующего плавательного сезона Оставалось месяцев десять То его маневры и демонстрации Представлялись неуместными Однако этот апостол плавания Каждый год проповедовал свою религию На пороге зимы Другой гигиенист Профессор-князь Старханов Восточный барин с ассирийской бородой На уроках физиологии Ходил от парты к парте Заставляя учеников Слушать свое сердце Через толстый жилет Тикало не то сердце Не то золотые часы Но жилет был обязателен Амфитеатр С откидными партами Разбитый удобными дорожками На секторы С сильным верхним светом В большие дни брался с бою И вся маховая кипела Наводненная полицией И интеллигентской толпой Все это начало Девятисотых годов Главным съемщиком Тенишевской аудитории Был литературный фонд Цитадель радикализма Собственник сочинения Нацена Литературный фонд По природе своей Был поминальным учреждением Он чтил У него был точно разработанный Годичный календарь Нечто вроде святцев Праздновались дни смерти И дни рождения Если не ошибаясь Некрасова, Нацена, Плещеева Гаршина, Тургенева, Гоголя Пушкина, Опухтина, Никитина И прочих Все эти литературные панихиды Были похожи Причем в выборе читаемых произведений Мало считались с авторством покойника Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг Настоящий козел с пледом Читал неизменное Бесконечной пеленою Развернулось предо мною Старый друг мой море Затем выходил Александрийский актер Самойлов И, бия себя в грудь Истошным голосом Закатываясь от крика И переходя в зловещий шепот Читал стихотворение Никитина Хозяин Дальше следовал разговор дам Приятных во всех отношениях Из мертвых душ Потом Дедушка Мазай и Зайцы Некрасова Или Размышления у парадного подъезда Ведринская щебетала Я пришел к тебе с приветом А в заключении играли Похоронный марш Шопена Это литература Теперь гражданские выступления Прежде всего Заседание юридического общества Возглавляемого Максимом Ковалевским И Петрункевичем Где с тихим шипением Разливался конституционный яд Максим Ковалевский Подавляя внушительные фигуры Проповедовал Оксфордскую законность Когда кругом снимали головы Он произнес длиннейшую ученую речь О праве перлюстрации То есть вскрытие почтовых писем Ссылаясь на Англию Допуская Ограничивая И урезавая это право Гражданские служения Совершались М. Ковалевским Радичевым Николаем Федоровичем Анинским Батюшковым И Овсянника Куликовским Вот в соседстве с таким Домашним форумом Воспитывались мы В высоких стеклянных ящиках С нагретыми паровым отоплением Подоконниками В просторнейших классах На 25 человек И отнюдь не в коридорах А в высоких паркетных манежах Где стояли косые столбы Солнечной пыли И попахивало газом Из физических лабораторий Наглядные методы Заключались В жестокой И ненужной Вивисекции Выкачивание Воздуха Из стеклянного колпака Чтобы задохнулась На спинке Бедная мышь В мучении Лягушек В научном Кипячении воды С описанием Этого процесса И в плавке Стеклянных палочек На газовых горелках От тяжелого Приторного Запаха газа В лабораториях Болела голова Но настоящим адом Для большинства Неловких Не слишком здоровых И нервических детей Был Ручной труд К концу дня Отяжелев от уроков Насыщенных разговорами И демонстрациями Мы задыхались Среди стружек И опилок Не умея Перепилить доску Пила завертывалась Рубанок кривил Стамеска ударила По пальцам Ничего не выходило Инструктор Возился с двумя Тремя ловкими Мальчиками Остальные Проклинали Ручной труд На уроках Немецкого языка Пели под управлением Фрейлин Оттаненбаум Оттаненбаум Ёлочка Ёлочка Сюда же Приносились Молочные Альпийские Ландшафты С дойными коровами И черепицами Домиков Все время В училище Пробивалась Военная Привилегированная Чуть ли не Дворянская Струя Это Верховодили Мягкотелыми Интеллигентами Дети правящих Семейств Попавшие сюда По странному Капризу Родителей Некий сын Камергера Воеводский Красавец С античным Профилем В духе Николая Первого Провозгласил Себя Воеводой И заставил Присягать Себе Целуя Крест И Евангелие Вот Краткая Портретная Галерея Моего Класса Ванюша Корсаков По прозванию Котлета Рыхлый Земец Прическа В скобку Русская Рубашечка С шелковым Поясом Семейная Земская Традиция Петрункевич Родичев Барац Семья Дружит Со Стасюлевичем Вестник Европы Страстный Минералок Нем Как рыба Говорит Только о кварцах И слюде Леонид Зарубин Крупная Углепромышленность Донского Бассейна Сначала Динамомашины И аккумуляторы Потом Только Вагнер Пржесецкий Из бедной Шляхты Специалист По плевкам Первый Ученик Слободзинский Человек Иссожженный Гоголем Второй части Мертвых душ Положительный Тип Русского Интеллигента Умеренный Мистик Правдолюбец Хороший Математик И начетчик По Достоевскому Потом Заведовал Радиостанцией Надеждин Разночинец Кислый Запах Квартиры Маленького Чиновника Веселье И беспечность Потому что Нечего Терять Близнецы Братья Крупенские Бессарабские Помещики Знатоки Вина И евреев И наконец Борис Синани Человек Того поколения Которое Действует Сейчас Созревавший Для больших Событий Исторической Работы Умер Едва Окончив А как бы Он Вынырнул В годы Революции Вот и Теперь Еще Разные Старые Дамы Хорошие Провинциалы Желая Похвалить Кого-нибудь Говорят Светлая Личность А я Понимаю Что они Хотят Сказать Это Они Про Нашего Острогорского Иначе Нельзя Сказать Как На языке Того Времени И Старомодная Напыщенность Этого Нелепого Выражения Уже Не Кажется Смешной Только Первые Годы Столетия Мелькали Фалды Острогорского По коридорам Тенишевского Училища Он Был Близорук Щурился Излучая Глазами Насмешливый Свет Весь Большая Безьяна Во Фраке Золотушный Золотисто-рыжей Бородой И волосами Я уверен Что у него Была Именно Чеховская Невообразимая Улыбка Он Не Привился В Двадцатом Веке Хотя И хотел В него попасть Он Любил Блока А в Какую Рань И Печатал Его В своем Образовании Он Был Никакой Администратор Только Щурился И улыбался И был Очень Рассеян Поговорить С ним Удавалось Редко Всегда Он Отшучивался Даже Там Где Не Нужно Какой У Вас Урок Геология Сам Геология Все Училище Со Всеми Своими Гуманистическими Турусами На колесах Держалась Его Улыбкой А Все-таки В Тенишевском Были Хорошие Мальчики Из того же Мяса Из той же Кости Что Дети На Портретах Серова Маленькие Аскеты Монахи В детском Своем Монастыре Где В Тетрадках Приборах Стеклянных Колбочках И Немецких Книжках Больше Духовности И Внутреннего Строя Чем В Жизни Взрослых